Но нам всегда хочется легких путей. Безусловно. Либо человек совсем конченый грешник, либо он целыми днями молится и постится. Но это такие легкие пути. И вот, как раз, из свода хадису имам аль-Бухари под номером 1968, здесь упоминается история, связанная с двумя сподвижниками пророка Мухаммада . Одного звали Салман, другого – Абу-Дарда. И вот Абу-Дарда, то есть они так были побратавшиеся между собой, близкие друг к другу два человека. И вот однажды Салман обратил, посетил Абу-Дарда и обратил внимание, что тут такой весь . То есть отказался от всего земного. Целыми днями молится, над чем молится, каждый день постится. И вот Салман, они два друга, оба сподвижники пророка, при жизни самого пророка. Салман прямо четко закрепился за ним на какой-то период и говорит – вот ты сейчас вместе со мной покушаешь. Тот говорит – нет, я соблюдаю пост. Нет, говорит – пока ты не поешь, я не поем. Хорошо. Потому что это необязательный пост. Просто человек решил для себя эти перегибы. Я сталкивался и в 90-х, и в 2000-х, наверняка кто-то среди ваших знакомых есть. Вчерашний какой-нибудь алкоголик или наркоман – все, сейчас он становится супернабожным, супер-супер-супер, потому что у него так много грехов. И он целыми днями молится, ночами молится, все дополнительные молитвы совершает. Каждый день постится или через день постится. Но в итоге прокрутите вперед его жизнь еще на пять лет, окажется, что он даже намаз не читает обязательный. То есть он вроде как решил все сразу взять, а в итоге, конечно, это все не унес и все вообще раскидал. И вот здесь как раз в данном случае Абу-Дарда с этим столкнулся, что вот, все земное там, оно не важно. Да, все, я вот сейчас целыми днями молюсь, ночами молюсь и соблюдаю пост. И Салман прямо взял его так по-дружески под свою опеку и сказал – вот здесь ты будешь кушать. Вот здесь тот ночью собирался всю ночь молиться – нет, ты будешь здесь спать. Вот тот еще ночью встал – нет, ты опять будешь спать, а уже по дуру – вот час ты встанешь, вместе намаз почитали. Ну, перед утренним, может быть, тагаджут и потом утренний. И вот в таком режиме, и в том числе, как раз, он потом сказал. Салман этому Абу-Дарда сказал «Инна ли Раббика алейка хакка, вали нафсика алейка хакка, вали ахлика алейка хакка». То есть поистине у Господа твоего есть на тебе определенные, то есть пред Господом есть определенные обязанности у тебя. И перед самим собою у тебя тоже есть определенные обязанности. То есть тело, сегодня говорят, правильно питание, здоровье, вовремя давать нагрузки, восстанавливаться и сон. То есть нужно за физическим и моральным обликом своим, как эмоциональным следить, то есть мы обязаны это делать. Это наша ответственность. И также у семьи, у твоей есть определенные права на тебя. То есть ответственность за семью. То есть простая вещь, но Саламан как раз его подтолкнул к тому, чтобы была золотая середина. Да, есть определенная ответственность перед Богом, есть определенная ответственность перед самим собою, твоим телом, твоей душой, твоим эмоциональным состоянием, сон в том числе. У тебя есть определенная ответственность за твою семью. Как я вам говорил, в свое время однажды с одним человеком ехал и он начал мне втирать о религии, какой он набожный и так далее. Да, конечно, он весь лысый, с ленющей бородой, ему за 60. И он, как говорит, все повидал в своей жизни, был, да, и пил, и курил, и гулял, но вот он сейчас стал праведником. И он про своих детей и жену, говорит, они конченые кефиры. И вот это я от него и раз, и два, и три слышал. То есть он себя считает святым, а они все конченые. Для него очень много таких вот – и эти все там кефиры, и те кефиры, и кефиры, и кефиры. То есть опять же из раздела крайностей, но человек этого не понимает. То есть открыть ему глаза на действительность очень сложно. Ответственность он потерял. Поэтому здесь как раз в контексте того, что нужно уметь понимать ответственность перед собою, перед обществом, перед семьей, детьми. То же самое воспитание детей. Не просто человек привел в мадресе ребенка, это все хорошо. Но часто истории, когда человек в детстве молится, а потом перестает молиться. Почему? Ему не объяснили, зачем молиться. Ему не объяснили, зачем это вообще, с точки зрения вообще жизни. Рядом с ним нет молящихся, и он тоже перестает молиться. У него нет ощущения значимости этой молитвы. А это родители должны объяснять тысячи и тысячи раз, в первую очередь сами поняв, зачем эта молитва нужна. Или зачем этот пост нужен. Или зачем этот платок нужен. То есть в первую очередь должны сами родители это понять. И поэтому, как однажды один человек подошел ко мне и говорит, вот там я хочу жениться, но, наверное, невесты не будет. С Асхат Хазратом он договаривался, но Асхат Хазрат у него уточнил. А невеста будет? Он говорит, нет, ее не будет. Она не хочет в мечеть приходить. Она пока не хочет принимать ислам, но у нас в Дагестане невеста не присутствует. При бракосочетании не обязательно. Я говорю, послушай, во-первых, вот ты сейчас женишься. Основное, о чем ты должен подумать, ты вообще понимаешь, это то, что у тебя родятся дети. А кто их будет воспитывать? Та, которая не хочет даже в мечеть прийти? Та, которая не хочет вообще ничего узнавать об исламе? И ты настолько голову потерял, что сейчас ты влюбился и вот хочешь жениться. А что будет потом? Потом, когда ты будешь целыми днями на работе. Потом, когда у тебя родятся дети. Потом, когда у тебя родятся внуки. И потом, когда ты будешь на смертном адре, отвезь твой род – это христиане. А началось с того, что ей не нужен ислам. Все. Но получается, что ты сам для себя не понял, что такое ислам и зачем вообще это нужно. Просто формально. Ислам вроде как мусульмане. Но ты же целый род. То есть все то, кто от тебя пойдет, твои дети, твои внуки. Они обречены на то, что наверняка они получат либо атеистический, либо христианский взгляд на жизнь. И как? И что потом? Твоя жизнь. К чему она? Как говорят, к коту под хвост. И все это ради чего? Ради чувств? Непонятно. И вот с этими словами то, что ты обязан, имеешь определенную ответственность, обязанность, сказал Саламан Абу-Дарда, и перед Всевышним, и перед самим собой, и перед твоей семьей. И ты обязан во всех этих направлениях быть ответственным. То есть от тебя завище, на тебе возложенное выполнять. То есть и твое тело, и твоя семья, твои дети, и твоя обязанность перед Всевышним. После этого он пришел, Саламан пророку Мухаммаду . И вот Саламан пришел к пророку и сказал, вот эту историю рассказал. И посланник Всевышний, это свод хадисов Аль-Бухари, посланник Всевышний ответил – Салман был прав, то есть он правильно сказал. Ну ,